На 35-й по счету юбилейный чемпионат по триатлону съехались спортсмены со всего региона. К сожалению, погодные условия не позволили провести заплывы спортсменов. Эту часть соревнований заменили дополнительной беговой дистанцией. На старт вышли 30 спортсменов, в том числе дети и паратриатлонисты. Этот синтетический вид спорта позволяет участникам проявлять себя сразу в нескольких видах состязаний. Это не какой-то определенный вид спорта, это именно коллаборация нескольких видов спорта. Поэтому спортсмен должен быть выносливым, он должен уметь переключаться с одного вида спорта на другой. И, конечно, это несколько составляющих именно вот таких вот волевых спортивных качеств. Поэтому это достаточно сложный такой вид спорта, но у нас в Новоуральске он пользуется большой популярностью. Триатлон считается дорогостоящим элитным видом спорта. Экипировка спортсменов может обходиться сотни тысяч рублей. Тем не менее, дороговизны спортивной амуниции еще не гарантируют успеха на дистанции. Все равно побеждают сильнейшие, особенно те, кто одинаково хорошо владеет всеми тремя спортивными дисциплинами. Популярность этого спорта в последнее время растет. Мы пытаемся привлекать новых людей, новых людей в этот вид спорта. Ну, все это как-то тяжело немножечко проходит. Ну, я даже могу сказать почему. Потому что существует финансовая составляющая. То есть надо приобрести дорогой велосипед, то есть надо приобрести гидрокостюм и так далее. Может быть, из-за этого люди сомневаются. Ну, и сейчас очень много коммерческих стартов. То есть, ну, например, коммерческий старт, например, стоит, ну, от 10 до 20, бывает, и до 30 тысяч право участия в этом старте. Триатлон даже в формате дуатлона требует от спортсменов поистине богатырской выносливости. Младшим участникам соревнования приходилось преодолеть сначала забег на 2 километра, затем проехать 8 километров на велосипеде и, наконец, пробежать еще один километр. На финише все были невероятно уставшие, но все равно довольны своими результатами. Я узнала в этом виде в спорте и в интернете. Меня оттуда привела мама. И я, когда первой тренировкой отзанимался, я понял, что мне этот вид очень нравится. Триатлон – это есть и летняя, и зимняя дисциплина. В зимних дисциплинах сначала бегут, потом едут на велосипеде, а потом едут на лыжах в каникулом. А в летних дисциплинах – это сначала плавание, потом велосипед, а потом бег. Детям на этих соревнованиях приходилось труднее всего. Проливной дождь и холодный ветер сделали дистанцию почти непреодолимой. Труднее всего преодолевать в себя. Такая погода, плохие мысли, но нужно бороться, не останавливаться. Были мысли остановиться, но нельзя. Километр бег был самый тяжелый. Сперники тоже, ну, как сказать, тяжело было все. Бег только километр был самый тяжелый, и все. Велосипед как? Велосипед нормально. Дождь в погодном условии? Плохие. Тяжело. По лужам все летит в глаза. Погода и на велике все в глаза летело. Ну, никак не посмотреть, никак вообще. Потому что я не видела дорогу. Лучшее время в юношеском забеге показал Глеб Мануилов из Тюмени. Среди мужчин первым финишную черту пересек чемпион России по триатлону 19-го года Екатеринбуржец Андрей Алыпов. Среди женщин первой стала новоуральская спортсменка Василиса Нечаева. Новоуральские спортсмены на соревнованиях завоевали восемь медалей различного достоинства. Лучшее время среди наших показали Евгений Глинских, занявший первое место в возрастной группе 35-40 лет, и Никита Долгоруков, который стал третьим в возрастной группе юноши 2007-2009 годов рождения. Антон Сапогов, Даниил Запивалов. Новоуральская обещательная компания.